В поселке Высокий Мыс Сургутского района вручили ключи от квартир первым новоселам. Там возвели одноэтажные дома. У каждой семьи будет свой приусадебный участок. Благодаря строительству новых домов удалось сократить очередь на 80%. Это позволит расселить на территории поселка весь аварийный жилфонд. Накануне с этим событием жителей Сургутского района поздравили губернатор Югры и глава Сургутского района. Подробнее в следующем сюжете. Просторная трехкомнатная квартира с ремонтом. Осталось разместить мебель и можно переезжать из старого аварийного дома. Неликарпова в поселок Высокий Мыс приехала работать преподавателем. Эту квартиру получила на условиях служебного найма. В новом доме будут жить вместе с мужем и двумя дочками. Мы стояли в очереди, ждали улучшения жилищных условий еще с 2008 года. Но как-то все так не получалось. А сейчас представилась возможность получить хорошую, благоустроенную, уютную, просторную квартиру. Для нас это большой плюс, потому что у меня еще двое детей. И поэтому очень хорошо отделка. Мне понравилось то, что обои, то, что даже предусмотрен бойлер. И на кухне есть даже двухкомфортная плита. Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию поселка не получалось много лет. Сказывалась удаленность поселения и сложная транспортная логистика. С марта 2023 года было выдано разрешение на строительство. И уже в ноябре 2023 был ввод в эксплуатацию этих домов. Эти квартиры полностью выкупила администрация Сургутского района. Из них 32 квартиры мы переселяем в аварийное жилье. Три квартиры купили специально для предоставления работникам по служебному найму для привлечения специалистов на территорию. Пять многоквартирных домов, блокированные застройки, по семь квартир в каждом. Все они одноэтажные. Главная особенность – приусадебные участки каждому жилью. Это первый проект подобной застройки в Сургутском районе. Хотели попробовать себя в новом направлении, в части блокированные застройки. То есть это своего рода таунхаус. И цель была обеспечить комфорт городского жилья сельским жителям. Но, надеюсь, это удалось и местные жители, которые будут сюда переселены, оценят. Всего для улучшения жилищных условий приобрели 330 квартир. Это стало возможным также благодаря софинансированию из регионального бюджета и средств Сургутского района. Новоселье в этом году отметят и жители поселка Белый Яр и города Лентор. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургутский район.